Привет, друзья! С вами Евгений Денисов и канал ОЕМЗАП. Вот уже 5 лет мы ремонтируем ваши автомобили, и на сегодняшний день тысячи автолюбителей ездят на тысячах автомобилей, которые получили вторую жизнь у нас в сервисе. Как вы знаете, один из профильных видов работ, которые мы делаем, это капиталка двигателей. Мы даем вторую жизнь вашим автомобилям. Сегодня мы будем говорить не про машины, парни, а сегодня будем отвечать на вопросы. Вопросов тысячи, я отвечу на некоторые из них. Этому разговору на самом деле давно суждено было случиться. Дело в том, что очень часто задают вопросы, а почему вы стали делать тест-драйва машин, стали показывать жизнь за пределами сервиса, и даже в видео, где мы показывали, как мы трансформировали двигатель из КД в КЕ, вместо того, чтобы долго и муторно рассказывать о том, как мы его разбирали, капиталили, собирали, какие новые запчасти мы туда поставили, вместо этого мы акцентировали внимание на эмоциях, эмоциях от первого выезда на этом автомобиле. Ну и есть такие вопросы, кто я такой, почему мое лицо вдруг появилось на канале, почему я вам все это рассказываю, и тысячи, тысячи, тысячи разных вопросов, интимного и не очень содержания. Окей, парни, давайте сделаем вот как. Разобьем наш разговор на две части. В первой части я расскажу вам о том, что такое YouTube-канал OEMZAP, какие у нас цели, задачи и чем этот канал живет. А во второй части я вам расскажу о компании OEMZAP, как о предприятии. Это будет интересно. Поехали! Зачем создают YouTube-канал? На самом деле причин есть несколько. Первое, это когда юный юношка или юная девушка решает создать YouTube-канал, у них нет денег, но они хотят славы, легких денег и каких-то великих побед. Но на самом деле, когда кто-то говорит, что YouTube это легкие деньги, поверьте мне, я человек, который провел в YouTube порядка семи лет, я точно знаю, что это не совсем так. Изначально идея заключалась в том, чтобы сделать хороший технический канал с техническим контентом, где зрелые и взрослые люди, которые много лет ремонтируют корейские автомобили, показывали вам, как они это делают, и делились с вами своим опытом. Оказалось, что техническая часть, это здорово, но нужно что-то большее, что-то большее, что выходит за рамки наших сервисов, которые обслуживают практически всю Москву и Московскую область, а также большую часть России. Во-первых, самая активная и большая часть наших подписчиков это те люди, которые сами не лыком шиты и знают, как устроен их автомобиль, и очень часто смотрят наши видео у себя в гараже, параллельно ремонтируя свои автомобили. Однако есть еще и другая часть наших подписчиков. Это люди, которые вообще не лезут в подкапотное пространство, являются профессионалами в других областях, никак не смежных с ремонтом ДВС. Это те люди, которые на самом деле попали к нам на канал, ну, примерно так. У человека с диким шумом перестала ехать машина. Ему кто-то сказал, наверное, двигатель заклинило. Он пошел в Google, написал, Спортаж 2.0, заклинило двигатель, попал к нам на канал, где на неизвестном ему языке вкладыши, постели, валов, колец, задиров ему объяснили сумму грядущего ремонта. Он платил, получил исправный автомобиль, и у него остался кредит доверия, и он остался вместе с нами на канале. Именно по этой причине мы решили показывать жизнь, которая находится за пределами нашего сервиса. Периодически троллить фанатов Камри и показывать еще много чего интересного. Ну, а теперь про неточности, которые иногда присутствуют в наших видео. Объясню. Дело в том, что Ютубу на самом деле абсолютно все равно ставит человек лайк или дизлайк. Вопрос в другом. Чтобы была какая-то реакция. И от взрослого, зрелого мужчины получить реакцию в Ютуб в виде комментария, на самом деле, это действительно сложная задача. Ну, во-первых, ну, во-первых, лишний раз фиг кто что напишет. Это должен быть либо очень лояльный подписчик, либо человек, который безумно чем-то возмущен, либо человек, который нашел неточность. И как только появляется неточность, опа, тут же появляется комментарий, за который я вам очень благодарен. Кстати, огромное спасибо всем тем, кто оставлял, оставляет и, надеюсь, будет оставлять комментарии. Любой ваш комментарий, лайк или дизлайк, это помощь нашему каналу. Кстати, всем хейтерам, человеконенавистникам огромное вам отдельное спасибо, ведь нажимая на кнопку дизлайк, вы поддерживаете наш канал и лично меня. Ютубу абсолютно все равно. Ставите вы палец вверх или вниз. Это очень важно видеть мне, мне, человеку, Евгению, который делает для вас контент и создает продукт. Поэтому не забываем поставить палец вверх. Многие видеоблогеры отчаянно клепают свой контент, продавая вас, своих подписчиков. И на этой интересной ноте мы подходим к самому главному. Для чего же на самом деле был создан этот канал? Парни, представьте себе ситуацию, когда деньги уже заработаны, и Ютуб в принципе на текущий момент не может нам предложить чего-то такого значимого. Вы спросите, каким образом? Объясню. На нашем канале нет рекламы, у нас даже нет монетизации. Цель канала рассказать о нас. Показать, как качественно и быстро мы можем ремонтировать автомобили. И да, я хочу, чтобы нам доверяли, привозили свои автомобили к нам. Да, разумеется, мы зарабатываем. Ремонтируя машины, мы зарабатываем. И когда в этом нас иногда обвиняют в комментариях, парни на это вызывают улыбку. Да, мы зарабатываем на ремонте. Я хочу, чтобы люди смотрели мои ролики и приходили к нам, доверяя свои автомобили. Потому что мы это делаем классно. И наживаться и зарабатывать – это разные вещи. И мы стараемся держать склад запчастей, чтобы вы не ждали месяцами ремонта. Мы зарабатываем на работах по вашим автомобилям. Это нормально. Для мужчины зарабатывать – это нормально. Правда нормально. Вопрос лишь в том, чтобы делать это экологично. А не так, как делает большинство бракоделов, которые создают ИП, покупают комплект инструментов. Возможно, даже они смогли разориться на подъемник и все это дело поставили в какой-нибудь гараж. А потом, за ваш счет, стали учить теорию двигателя внутреннего сгорания. Кстати, после одного из таких бракоделов к нам приехал G4KE. Двигатель, который смог проехать целых 3000 метров, после капиталки. Здорово, правда? Что происходит с человеком, который попадает в YouTube с чистой душой, сердцем? Расскажу. Где-то года через 2-3, при условии, что у него особо нет денег, через года 2-3 его канал достигает, ну, при правильных действиях, 5-7 тысяч подписчиков. И в этот самый момент к нему приходят первые рекламодатели. И в этот самый момент этот чистый и светлый человек начинает торговать душой. Или не только. Но при этом не своей, а вашей. Любой YouTube-канал это своеобразный телевизор, который смотрит энное количество людей. Вот. И 10-20 тысяч человек это на самом деле не так мало. Это такой региональный город. Иными словами, канал с 20 тысячами подписчиков вещает на целый город. И когда из раза в раз вы смотрите на голубые экраны, уж простите за каламбур, рано или поздно вы начинаете испытывать доверие к тем людям, которые что-то вам оттуда вещают. И в этот-то самый момент вас и начинают эти горе-блогеры продавать. И есть еще такое ложное убеждение, суть которого заключается в том, что каждому блогеру, только за то, чтобы он просто рассказал о машинке, любое представительство любого бренда с удовольствием даст автомобиль. Да? Вообще все не так. На самом деле, если ты получаешь машину в пресс-парке, то ты получаешь ее на определенных условиях, которые существенно сокращают твою свободу. Свободу выражения мысли. Ну и, соответственно, уровень честности этого обзора оставляет желать лучшего поездка. Поэтому, если вдруг ты увидел много обзоров на один автомобиль от кучи популярных блогеров, и вдруг они все одинаково прекрасные, едва ли это честный вариант. Вот тут-то и начинается торговля подписчиками. К счастью, мы можем себе позволить не брать такую рекламу и честно вам рассказывать обо всем, что попадает нам в руки. Но, в любом случае, это сейчас. Если вдруг когда-нибудь на нашем канале появится реклама, то, прежде чем вы ее увидите, вы услышите ту самую фразу. Дальнейший контент представляется вам на правах рекламы. Очень часто задают вопросы в комментариях примерно такого плана. А сколько будет стоить капиталка двигателя? Парни, я правда был бы рад ответить на этот вопрос, но прежде было бы неплохо понимать, какой у тебя двигатель. Нужно понять, в каком он состоянии, сделать эндоскопию. Вин, наконец, был бы очень кстати. А на ощупь, наугад это трудно. А еще иногда бывают комментарии примерно такого формата. Я хочу вам посоветовать или советую вам. И дальше начинается какая-то безумная дичь. Еще примерно через час прилетает следующий комментарий. Ну, вы мне ответите или нет? Ну, правда. При всем уважении комментариев тысячи. Поэтому даже на адекватные комментарии не всегда успеваешь ответить сразу, хотя все комментарии читаю. А еще, парни, мне было бы интересно прочитать в комментариях, что бы еще вы хотели, кроме технических видео, увидеть у нас на канале. На этой ноте мы плавно перетекаем в запись второй части видео. Это будет отдельный ролик, в котором я познакомлю вас с нашим сервисом. Кто-то у нас уже был, а кто-то возможно все увидит в первый раз. И помните, что мы вам всегда рады, всегда рады в нашем сервисе и всегда рады ответить на все вопросы, которые вас беспокоят. Это то место, где вашим автомобилем комфортно. А пока ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик, потому что я хочу, чтобы самый лучший контент вы получали первыми. До скорых встреч. А вообще ей на самом деле рот заклеивает, да? Нет, нет, нет. Пункт! И мухами облепили. Бизнес, сейлз, девелопмент энд менеджмент. Смотри, как в сортире. Ну, чтоб они бегали тут. Один, ну один, что тебе стоит? У мужчины вообще на самом деле нормальная система.